МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12 новостей Республики на телеканале Регион 12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. Студии Дарья Разинова. Александр Евстифеев сегодня назначен временно исполняющим обязанности главы Мариэл. Сегодня же президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Леонида Маркелова с просьбой об освобождении от должности главы Республики Мариэл. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента России. Как следует из указа, Леонид Маркелов освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Леонид Маркелов руководил Республикой 16 лет. Это самый долгий период руководства за всю новейшую историю региона, связанный с самыми масштабными преобразованиями во внешнем облике и имидже региона. Период с 2001 по 2017 год историки уже назвали эпохой Маркелова. Леонид Маркелов возглавил Республику в 38 лет, сейчас ему 53 года. В январе 2001 года Маркелов впервые был избран президентом Республики Мариэл. 19 декабря 2004 года переизбран на второй срок. В 2010 году Маркелов по представлению президента Российской Федерации вступил в должность на третий срок, а 13 сентября 2015 года вновь был избран главой Республики. 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности. Сегодня же в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Евстифеевым. Здравствуйте. Хотел поговорить с вами об одном из субъектов Российской Федерации, Республики Мариэл. Вы, будучи заметителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Вот сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава Республики просит использовать его на другом участке работы. Леонид Игоревич уже 16 лет работал в Мариэл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопросы к вам и предложения. Хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, но в зависимости от результатов и принять участие в выборной кампании. Владимир Игоревич, спасибо. Это высокая честь, это большое доверие и это огромная ответственность. Я хорошо понимаю, произнося слово ответственность, потому что работать в национальной республике, для национальной республики, в составе Российской Федерации, это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, я готов его выполнять, используя весь свой опыт и опыт в Приволжском федеральном округе и на других участках. Владимир Игоревич, вот в рамках вашей работы, бывшей в качестве замок Олпреда, вы же, занимаясь в том числе Мариэл, сравнивали эту республику с другими субъектами Российской Федерации в Поволжье. Как вы оцениваете потенциал Мариэл? Потенциал достаточно высокий, другое дело, что не в полной мере он реализован, но это республика, которая имеет и потенциал в сфере производства, и особенно в сельском хозяйстве. Другое дело, что чуть не удалось пока некоторые направления развить, но, скажем, есть потери по пахотным землям на сегодняшний день. Не совсем хорошо налажена тема с образованием молодежи. Пока недостаточно еще и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы. Но есть и достоинства. Многое сделано, но многое еще и предстоит сделать. Хорошо. Хорошо, пошел к вам удачи. Спасибо. Персон Александра Евстифеева с момента подписания президентского указа о назначении ИО главы Мариэл вызывает интерес. Биографическая справка. Александр Евстифеев родился в 1958 году в Челябинской области. Закончил Свердловский юридический институт, доктор юридических наук, профессор. С 2000 по 2002 работал заместителем полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Отмечу, что в те годы полпредством руководил нынешний первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко, курирующий сейчас внутреннюю политику, в том числе кадровые вопросы в губернаторском корпусе. С 2002 года Евстифеев был назначен сенатором от Ямала-Ненецкого автономного округа. С 2004 года председателем 9-го арбитражного апелляционного суда города Москвы. В 2014 году указом Владимира Путина назначен председателем арбитражного суда Московской области. Александр Евстифеев будет оставаться исполняющим обязанности руководителя республики до сентября. Напомню, что ближайший единый день голосования должен состояться в России 10 сентября. В этот день будут избраны главы регионов, мэры городов, депутаты законодательных органов власти в российских субъектах и дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. Дорожно-экологическая инициатива гражданских активистов из МРИЛ предусматривает введение нового типа сервиса на российских трассах и нового дорожного знаков правила дорожного движения. Суть проекта – информировать водителей на междугородних трассах о наличии впереди контейнеров для сбора мусора. По мнению авторов, если администрация городов, регионов или федеральная организация, отвечающая за российские дороги, оборудует трассы контейнерными площадками и знаками, соответствующей информацией, культура поведения водителей повысится, а количество мусора на обочинах резко сократится. С этой идеей во время региональной недели к депутату Госдумы от МРИЛ Виктору Кидяеву обратился студент Поволжского государственного технологического университета Матвей Галиудинов. Он специально записался на личный прием, чтобы продемонстрировать этот проект. Кстати, идею студент приурочил к Году экологии и даже подготовил эскиз нового дорожного знака. По мнению депутата Госдумы, первого замруководителя фракции «Единой России» Виктора Кидяева, предложение заслуживает внимания экспертов и поддержки от властей на всех уровнях. «Я уверен, что работу можно начинать уже сейчас, не дожидаясь, пока соответствующие предложения по изменению ПДД будут направлены в правительство», считает Кидяев. Охота пущей неволи. В МРИЛ началась выдача разрешения на весеннюю охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Сезон стартует 21 апреля и продлится 10 дней до 30-го включительно. Охота будет разрешена на водоплавающую и боровую дичь. Вместе с любителями добывать дичь к началу сезона готовилась и наша съемочная группа. Весенняя охота – процесс очень увлекательный. Он имеет ряд особенностей и тонкостей. А начинается все с получения разрешения на отстрел пернатых. Поэтому в отделе выдачи лицензий с раннего утра было многолюдно. Разрешение у нас практически осталось в тот же самый порядок. Человек, который хочет приобрести разрешение на производство охоты, пишет заявление, установленное образце, и уплачивает госпошлину 650 рублей. После этого обращается, еще приносит, сдает эти госпошлины, и мы в течение рабочего дня им выдаем эти разрешения. Настоящий охотник начинает поиск тока еще ранней весной. Найти его – задача непростая. К тому же не стоит забывать простую истину. Хороший охотник – это честный охотник. Весной существует острая необходимость запрета отстрела определенных разновидностей птиц и зверей, так как это может грозить резким снижением популяции и истощением природных ресурсов леса. Поэтому разрешение на охоту четко регламентировано. Открывается охота на гулхарей на таку, на тетерев на таку, открывается охота на вашнипы, на вечерней тяге, на гусей на пролете и на селезни уток. Установлены нормы добычи в этом году. Это у нас водоплавающий гусь плюс селезень – это 5 уток в сутки, 1 глухарь в сезон, 2 тетерева в сезон за 10 дней и 2 вальшнипа в сутки. Большинство охотников выходят за добычей на вечерней заре – тяге, когда совершают брачный полет в основном самцы. Здесь главное обнаружить в охотничьих угодьях места интенсивного лета и занять их до захода солнца. Наиболее благоприятными считаются пасмурные теплые вечера. Опытные охотники знают, а начинающим можно напомнить, что в апреле запрещена охота на все виды зверей, кроме волка. Причем его необходимо будет указать в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах. Настоящих охотников уже охватил ни с чем не сравнимый азарт. Осталось только подготовить экипировку и снаряжение, собрать необходимые документы и считать оставшиеся до начала сезона дни. Но что тут можно сказать? Только одно – доброй охоты. Задолжавшие за коммунальные услуги жители Мариел будут получать квитанции с предупреждением об отключении их от благ цивилизации. Отключение может быть произведено через 20 дней после доставки такого уведомления. Первыми такие уведомления получат должники по коммуналке из Медведева. К решительной борьбе с неплательщиками готовы в Медведевском водоканале, где закупают специальную установку. Основания для применения крайней меры возникают у организации в случае, если задолженность составляет два и более месяцев. Правда, и тут можно договориться с поставщиком услуг, разбив долг для погашения на части. Подробности в нашем сюжете. К сожалению, задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями растет. Им приходится применять крайние меры, чтобы иметь возможность предоставлять необходимые для жизни коммунальные услуги. Хотя навстречу идут каждому неплательщику, желающему начать платить. Никогда не поздно начать платить. Для того, чтобы не доводить дело до суда, необходимо, первое, это начать платить прямо сейчас. И второе, это обратиться в управляющую компанию, либо ресурсоснабжающую организацию для заключения соглашения о реструктуризации долга. Администрация Медведевского водоканала тоже надеется на сознательность своих потребителей, подчеркивая, что добросовестных все же большинство. А с неплательщиками ведут разъяснительную работу, объясняя, что отсутствие платы за воду тормозит выполнение мероприятий, которые позволяют улучшать качество воды. Кстати, сейчас водоканал занимается заменой водопроводных труб на улице Советской, поселка Медведево. В ходе ежедневных обследований получается, картина выявляется, что у нас есть несанкционированные, подключенные люди. Это плохо сказывается в нашей работе. Многие не могут понять, что вода – это не дар, а такой же товар, как сахар, как хлеб в магазине. За нее надо платить. Нам ее надо добыть, необходимо пробурить скважину, построить водопровод и донести до потребителя. Но если никакие доводы не действуют, специалисты водоканала вынуждены идти на крайние меры. В частном секторе мы отключаем двумя путями. Если есть колодец, закрываем кран, пломбируем, составляем акт. Если колодца нет, то пригоняем экскаватор, откапываем, ставим заглушку, также составляем акт. А второй метод – мы собираемся приобрести специальный прибор, чтобы ограничить водоотведение многоквартирных домов. Так как законодатель запрещает нам отключать воду в многоквартирном доме. Этот прибор позволит ограничить водоотведение. Юрист Единого расчетного центра Игорь Смогилов подтвердил законность ограничения водоотведения – меры, на которую в борьбе с неплатежами решили пойти специалисты Медведевского водоканала. Но без сомнения лучше начать платить, чем столкнуться с такой проблемой в своем жилье. Подводя итоги. Ежегодно в завершении каждого театрального сезона в Ешкарале называют лучшую театральную постановку года. Так, в этом году жюри, в состав которого вошли профессиональные театральные критики, гран-при, фестиваль Ешкарала театральная, присудили постановки русского театродрамы «Марш Акпарса». Меж тем, мнения зрителей с мнениями критиков кардинально расходятся. Неизменные аншлаги собирают постановки Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. На днях на сцене была представлена еще одна рок-опера, которая по посещаемости может побить все уже существующие в Республике рекорды. Глауреат национальной театральной премии имени Ивана Крыли, гран-при, спектакль «Марш Акпарса». Вместе с ним готова родительский русский театр драмы имени Константинова. Вторая за 21 год существования национальной театральной премии имени Ивана Крыли. Гран-при фестиваля Ешкарала театральная русский театр драмы в этом году получил во второй раз. И стоит заметить, что вполне оправданно. Во-первых, на постановку этого спектакля театр выиграл федеральный грант. Во-вторых, приурочена она к столетию образования Республики Мриэл. В-третьих, в ней впервые задействована вся труппа театра. Так, к настоящему моменту ее смогли посмотреть не более двух тысяч человек. Между тем, премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» состоялась 30 марта. Сейчас ее уже посетили около тысячи человек. К чему мы это? Практика показывает, что зачастую мнение театральных критиков расходится с мнением зрителей. Об этом свидетельствует и прошлогодняя премия Ивана Крыли. Тогда гран-при было отдано спектаклю «Письма с фронта», хотя зрительское внимание показало – рок-оперы «Юнона и Авось» была востребованием. Впрочем, так остается и до сих пор. Несмотря на то, что она в постоянном репертуаре театра уже около двух лет, каждая ее постановка по-прежнему собирает аншлаг. Я хочу прозреть. Я не в силу предстать и в лес. И в силу, и в силу, и в силу. Организь, как мне лежат. И простись, как мне лежат. Такую же популярность обещает набрать и рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». К ее постановке театр шел долго и осознанно. Над декорациями трудились кропотливо, а исполнитель главной партии был приглашен в труппу нашего театра специально из-за этой роли. Итог. После завершения постановки зрители не могли отпустить труппу театра непрекращающимися аплодисментами. Могу сказать по ощущениям, что мы сидели. И вот лично я, я просто плакала от увиденного, от этой красоты, что я нахожусь сегодня здесь. От того уровня, который выдала просто труппа нашего театра. В конце, когда слезы на глазах, когда эти бурные аплодисменты, которые не прекращались в течение пяти минут, артистов просто не выпускали со сцены. Это просто те ощущения, которые испытал весь зал. К тому же нужно заметить, что далеко не каждую премьеру зритель встречает также тепло. Все это потому, что ишкаролинские театралы не менее избалованы, чем столичные. Так, по последним данным федерального Минкульта, ишкарола находится на третьем месте по посещаемости театров после Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, и потому, что зрителю просто не дают вздохнуть в хорошем смысле этого слова. Практически сразу после завершения фестиваля «Ишкарола театральная» 6 апреля, театр оперы и балета открывает фестиваль балетного искусства имени Галины Улановой. Во-первых, фестиваль у нас юбилейный, 15 лет нашему фестивалю, он проходит ежегодно на протяжении 15 лет и неизменно имеет успех у публики. Отличие нынешнего фестиваля – это то, что мы делаем этот фестиваль полностью своими силами. У нас нет ни одного приглашенного солиста, и фестиваль мы называем «Гимн великой балерины». Именно в честь 15-летия нашего фестиваля мы проводим вот такую, если хотите, балетную акцию. Потому что за последний период и вообще за период существования нового марийского балета сделано очень много. Многие из наших артистов стали знаменитыми уже не только в Вишкороле и России, но уже и за рубежом. Здесь это будет парад звезд марийского балета. У многих будут премьеры, то есть первые будут исполнять сольные партии в спектаклях, причем такие ведущие, крупные, полномасштабные роли. Так в репертуаре фестиваля только любимые балеты. Ромео и Джульетта, Корсар, Чиполина, Боядерка, Спартак. Более подробно с афишей фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте театра www.operabalet.net. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в пол седьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах TV-регион12 в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok